Три вопроса по участию в игре Давид Луис, но в итоге он сегодня в стартовом составе. Он сегодня на поле. И поехали! Стартовала встреча на арене Львов. Марко Веррати. Он как легко развернулся Веррати. Перевел атаку на левый фланг. Подача Максвелла. Опасный момент. Удар головой. 1-0! Боли! Борис Сен-Жермен и Серж Орье. С правым головой. Еще раз смотрим за этим моментом. Подача здесь очень хорошая получилась у Максвелла. Очень удобная. В итоге опередил Тайсона Серж Олень-Стефан Орье. И забил в этом моменте. Совсем молодой, 22-летний, правый защитник ПСЖ. И 1-0! Идеальное начало для парижан. Тайсон, его удар, его могучий удар. Наверняка многих ему этого легендарного металлиста. Еще один удар поворотом, рикошет. Тед уже бил не Тайсон, а другой бразилец Фред. Именно он уносил удар в этой ситуации. Правильно делал. Но, к сожалению, рикошет был не от игрока ПСЖ, а от футболиста. Собственный команд был проиграл в Мадриде, 0-4. Тогда было поражение. Еще одна подача. Ой, помен! Куда побежал Пятов? А какая ошибка? Андрея не рассчитал он в этой ситуации. В итоге мяч прилетел точно в голову Ибраимовичу. И, конечно же, Швед должен был забивать. Обязан был забивать пустые-то ворота. Но в итоге этого сделать не сумел. И реакция, реакция! Самоотверженно сыграл Дарьев Севна и спас свою команду в этом моменте. Подача! Опасные моменты! 2-0! Да, какая незадача для Шахтера. Снова пропускает команда Мир Челучевского. И заменит все маленькие. Есть болельщики на стадионе. Подойдет Демария. Урье. А, коленом аж. Коленом забил Луис. Урье мяч коснулся. Он переправлял мяч далее в Вратарскую. А здесь оказался в идеальной точке Давид Луис. И понятно, что это не был удар. Но, конечно, удачно попал в колено. И уже от этой части ноги залетел в ворота. Счет стал 2-0. Вот так, Арсенал. И серьезные усилия предлагал, чтобы Бернард приехал. Нет офсайда. Выход 1 на 1. Демария и мяч не залетает в ворота. Вот сейчас забей Демарии. Тогда, конечно же, наверное, вопрос был бы снят окончательно. О итоге, как бы сходе этого матча. Смотрим. Ну, конечно, не было. Куда побежал здесь Кучер. Не совсем понятно. Во время передачи он стал делать офсайты. И, собственно, прозевал момент. Ну, а Демария на исполнение бил. Удивительно, что он не забыл. Удар по воротам. Ну, где-то трава. Немножко не рассчитал. Подача сырна. Опасный момент. Пробить бы. Удар и мяч. Довольно спокойно трап реагировал. На мяч что-то опасно летел. Очень опасный момент. В этой ситуации. Вот Мотто. Смотрим за этим эпизодом. Давид Луис. А, да-да-да. Давид Луис просто делал небрежный пас на трап. А это уже удар Ракицки. На силу его. И пробил выше ворот. Таут. Тейшейра. Прорывается Тейшейра. Опасный момент может быть. Тейшейра. Ну-ка забивать. Нет. А вот сейчас удар сырна. Ну, как же Шахтер в этом моменте не забил. Еще удар. Еще момент. Ну, как же можно не заберетой ситуации. И здесь снова мяч летит выше ворот. Но вот сейчас-то. Вот сейчас-то был великолепный шанс у Шахтера. Еще раз смотрим, как сыграл Тейшейра. В этом моменте я его ругал весь тайм. Но здесь двоих обыграл. Само-то просто остался не у дел. Далее Тейшейра прорвался во вратарскую. Сдел пас на партнера. Это был Александр Гладкий. Да, именно он наносил самый опасный удар. И далее мяч летел по штрафной. Три футболиста Шахтера пытались пробить. И в конце удар Кучера. И выше ворот. Выше ворот. Очень жаль Шахтера в этом моменте. Надо было забивать. Можно было забивать. Но в итоге этого сделать не будет. Хороший пас на Тайсона. И слева есть партнер. Сам набирает скорость Тайсон. Вмещается в центр. Пас на партнера. Что дальше? Удар по воротам. Тайсон. Кстати, пробил. Получил пас от Тома Марлоса. В итоге нанес удар по воротам. Еще раз смотрим за этой атакой. Очень быстро и динамично. И Тайсон, конечно, сделал в ней максимальное количество движений. И максимальное количество пользы принес. Удар его был завершающий. Но удар рядом со штантой. Ну и заметьте реакцию. На Луческу. Но он, в принципе, доволен. Готовен и доволен тем, как действовали. Даже в этом конкретном матче, на мой взгляд, в котором играет весьма-весьма недурно. Однако в атаке снова ПСЖ. Вератти. Удар по воротам. Бил Марко Вератти. Хорошо он положил корпус. И здесь уже как раз-таки Ярослав Ракицкий под мяч бросился. Смотрим мы за этой атакой еще раз. Повторик. Ковани дали мяч отскакивать в свободную зону. Вератти действительно классно положил корпус. Мяч летел в ворота. Но это болельщики ПСЖ. Видите, все же добрались некоторые из них. Коваленко фалит. Правда, Моура мяч удержал. Еще одна атака ПСЖ. Прекрасный пас. Удар по воротам и 3-0. Златан Ибраимович. Ставит жирную точку в нашем матче. Причем там, по-моему, был рикошет от зерна. В итоге смотрим на этой быстрой комбинации. Моура с этим временем не стал падать здесь. Мяч продолжил таскать вперед. Сделал пас на Пастору. Ну, Пастор мастер. Передача гениальная. Работа. Слава, конечно, хотел убрать сырна. Сейчас посмотрим, как повторят пас Пастору. Еще раз оценим. Во-вторых, вот здесь, видите, он хотел убрать сырна. В итоге попал по ноге сырна, до которого уже между дел ворот. Все предельно просто. Сейчас вопрос, на кого мы здесь запишем. Возможно, у нас зерна. Конечно, очень обидно.